Всем привет! Вы на канале Лозница, меня зовут Вика. Сегодня будет, наверное, самое долгожданное видео для некоторых моих подписчиков. Я буду сегодня рассказывать про начес. Для начала хочу поговорить о расческе. Чтобы вам было удобнее делать начес, лучше всего купить хорошую расческу. Как определить, хотя бы просто на ощупь. Нормальная расческа, когда вы ее сгибаете, она упругая. И не сильно отогнется. Вот у меня есть не очень хорошая расческа. И нагнется. Можно ее прям в трубочку свернуть. Когда это делаешь начес, она просто вот так вот уходит. Рука у вас в одном месте, расческа в другом. Начес получается кривой и непонятно, что вообще получается. Итак, начес это основа всех причесок. С ним вы должны дружить, уметь его делать. Он спасает во многих случаях. От него зависит и стойкость прически тоже. Немаловажный фактор. Также, если вы умеете хорошо делать начес, то и клиент вам скажет спасибо, когда будет эту всю прическу распутывать. Потому что, если вы все правильно сделали, то начес можно спокойно даже руками разобрать. И не вырывать все волосы. Сегодня рассмотрим, что такое начес и что такое тупировка. Когда вы делаете начес, вы взбиваете все волосы. То есть, вы заводите расческу и делаете начес такой плотненький, хороший, у корней или по всей длине, как вам нужно. Когда вы делаете тупировку, вы расческу не заводите вот так вот. Не выводите ее на другую сторону волос. Расческа у вас идет на пол пряди. То есть, здесь у нас должно быть все гладко. У нас начес будет только из внутренней стороны. Вы можете и под наклоном держать расческу, или просто не до конца заводить. То есть, вы просто нижнюю часть пряди тупируете, а сверху у нас должно быть все гладенькое. Сейчас все подробно расскажу, не переживайте. Хочу попытаться вам объяснить, что такое вообще начес и что происходит с волосами. Волосы у людей не одинаковой длины. Вот как видите, тут вот торчат разные волосики. И вот, когда вы заводите расческу и ведете ее к корням, то все вот эти вот волосики, которые торчат, там обломанные, обрезанные, посеченные, они как бы идут за расческой, то есть, под расческой точнее. И вы их все собираете в одну точку, вот сюда, к корням. Что вообще происходит вот тут вот? Волосина, вот допустим, вот это обломанная волосина, вот основная масса волос, вот расческа. И вот эта волосина, когда вы идете расческой к корням, волос вот так вот, волной, вот так вот укладывается и сбивается у корней. И назад он вернуться уже не может. Поэтому получается, что он остается там, где мы оставили этот волос. И у нас получается начес и как бы объем, который мы хотели. Я показываю, рассказываю только то, что знаю я, свой опыт, то, что поняла я. Может быть, кто-то учит по-другому, я не знаю. Я вообще давно, если честно, ни на курсы не ходила, ни на мастер-классы. Я стараюсь разбирать прически сама, повторять и делать. Мне это больше удовольствие доставляет, если честно. Не знаю почему, но вот так я устроена. Поэтому в этом видео я показываю только то, что как бы знаю я. И может это кому-то тоже будет полезно. Итак, как же сделать правильный начес в моем понимании? Для начала важно отделение прядей. Если вы прикорневой начес делаете, чтобы макушечка вот так стояла хорошо, то пряди очень важно отделять. Каким образом? Во-первых, чтобы начесать одну прядь, вам нужно отделить волос шириной, не больше расчески. То есть вот у вас ширина расчески, вот такая. То есть и прядь волос не должна быть шире. Вот вы отделили, допустим. Вот такую вот прядь. И она должна быть не шире расчески. То есть вот вы заводите расческу, и у вас зубчики выглядывают. Значит такая прядь подходит. И еще нюанс. Вот эта вот ширина, то есть длина, или как вам удобней, тоже не должна быть шире, чем само полотно вот этого вот расчески, которое начесывает. Дальше, чтобы сделать хороший объем, вам нужно прядь оттягивать перпендикулярно голове или чуть выше. То есть вот голова у вас, плоскость головы. И вот вы делаете перпендикулярно оттягиваете прядь или чуть выше, чтобы у вас был объем. Ну это как делаю я. Я беру вот так вот рукой и просто оттягиваю. И в натяжку держу прядь. Держу я ее не близко к корням, а вот сантиметров 15-20, наверное, вот где-то так. И расческу я завожу тоже не близко к корням, а чуть выше, чтобы захватить волосы, чтобы этот самый начес получился, чтобы захватить вот эти вот волоски, которые соберутся в начес. И что я делаю? Я завожу расческу вот так вот, чуть выше, и веду ее вниз, к корням. Вынула расческу, опять, еще чуть выше завожу расческу и веду ее к корням. При этом очень вот тут вот плотно держу и в натяжечку. И аккуратно веду к корням, пока у вас расческа не застрянет. Если она застряла, не нужно ее вот так вот вдавливать и на одном месте вот так вот начесывать. Когда вы на одном месте вот так начесываете, то потом клиент очень будет расстроен, потому что получится кубло. Сейчас, еще раз. Вот, натянули, завели расческу и провели. Вот, туговато стало идти, довели до корней. Вынимаем. Опять заводим расческу чуть выше и опять ведем вниз эти волосики. Ведем, 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 пока опять не почувствуем, что уже сильно туго. То есть, мы не издеваемся над клиентом. Почувствовали, что расческа уперлась. И вынимаем. И можно сделать еще третий раз. То есть, вот так. Третий раз. И вынимаем. Вот наш начес. Как вы видите, корень очень хорошо стоит. И мы сделали всего лишь три движения. За счет этого вы сможете просто этот начес. Как бы вот эти вот волнистые пряди, которые сейчас вот тут, вы можете даже руками просто вернуть. Можете в бока вот так вот их поразбирать. И у вас этот начес просто уходит с помощью рук. Все. То есть, я начес убрала. Остатки прочесала. И начеса нет. Вот это я называю правильный начес. Просто поймите, что вы сделаете больше лишней работы, когда вы будете вот так на одном месте елозить. Елозить. И у вас в итоге ничего не получится. Если вам не нужен сильно плотный начес, вы можете сделать вообще только одно движение. Просто взять волосы чуть подальше, чтобы собрать больше этих коротеньких. Видите, вот эти волосики коротенькие. Чтобы собрать больше коротеньких волос, то есть вы расческу еще подальше отводите, делаете одно движение. Аккуратненько. И все. То есть, вы уже получаете вот такой вот объем. Начес я всегда фиксирую лаком, чтобы волоски, ну, некоторые могут возвращаться, пока вы там делаете прическу, вычесываете пряди, допустим, тут. Поэтому я, когда делаю начес, я фиксирую его лаком сразу. Как вы видите, на самом деле это легко делается. Просто нужно потренироваться. Понять сам принцип вот этот, что я вам рассказала, как вообще из чего состоит начес. Потому что многие просто не понимают. Вы увидите, допустим, что все делают вот так вот начес. И вы вот так вот и пытаетесь его начесать, но вы чешете все на одном месте. Вы не собираете вот эти вот волосы. А тут их особо нету таких коротеньких. Получается, что вы на одном месте чешете, вы-то можете начесать. Но потом это будет очень сложно клиенту разобрать этот начес. Еще такая ситуация, если вы возьмете прядь шире, допустим, чем зубчики вашей расчески. Вот видите, я завожу зубчики, но они заканчиваются на половине пряди, считай. И еще вот много волос не захвачены расческой. Что получается в таком случае? В таком случае, когда вы начесываете, вы начесываете только половину пряди. И у вас не будет объем от корней, вот такой вот красивый. То есть вот, вы начешете только половину этой пряди. И у вас получится вот такой вот повисший, как бы сказать, начес. Потому что тут у вас не будет объема, который вам нужен, допустим, вот тут. Можно, конечно, поначалу там отмерять. Вот вы отмерили, что вам такая прядь подходит. Дальше вы просто это на глаз будете все брать, делать. Это не нужно ювелирно там с линеечкой отмерять. Я просто как основу вам даю, как бы рассказываю, что из-за чего может получиться и не получиться. Почему у вас может не получаться начес? Вы вот увидите, что я вам вот про это рассказала. И поймете, может, если у вас было по-другому. Итак, как делать сам начес? Сейчас я рассказала. Надеюсь, что было все понятно. Теперь рассмотрим его применением. То есть нам, допустим, нужно начесать всю затылочную зону прикорневым начесом. Итак, первую прядку я отделяю сверху. То есть буду двигаться сверху вниз. Вот таким вот полукругом я отделила макушечку, чтобы она у нас ровненько потом уложилась. Начесываю ее. Если у вас сильно пышно вот тут получилось, вы можете завести расческу и немножко подсобрать к корням. Но не елосьте вот так на одном месте. Просто аккуратненько взяли и немножко подсобрали там, где вам нужно. Так, первую прядку сделали. Получили вот такой вот объемчик. Затем я отделяю все прядки в шахматном порядке. У нас есть прядка по центру. Значит, две нам нужно по бокам сделать, чтобы эта прядка перекрыла потом пробор. То есть, чтобы не было проплешин. Если вы начешете сначала одну сторону, потом другую, то у вас, получается, посредине будет дыра потом, когда вы вернете все волосы. И я просто вот так вот от центра этой пряди примерно беру и отделяю вот такими вот полукругом. И начесываю. Готово. Теперь с этой стороны также отделила до центра и начесала. Готово. Теперь опять в шахматном порядке. То есть, мне нужно отделить прядь по центру, чтобы перекрыть вот этот вот пробор. И просто остальные волосы тоже начесываю. Теперь опять вот у нас проплешинки, и мы перекрываем их, отделяя вот таким образом прядки. То есть, вот у нас проплешина, и мы по центру отделили прядку. Тут снизу можно уже сверху делать начес, но выполнение то же самое. То есть, заводим и подчесываем. Так как нам тут не важна чистота, нам нужен только объем, то мы просто сверху подчесываем и все. То же самое тут. Вот у нас проплешинка. И я беру, отделяю и подчесываю. Ну и так далее, если вам нужно начесать все волосы полностью. Дальше я каждую прядку вот так вот у корней развожу, чтобы начес у меня был равномерный, а не сбитый в одном месте. И вот так вот раскладываю. Можно пригладить расческой, если вам это нужно. Вот, разложили и двигаемся дальше вверх. То есть, чтобы каждый ярус у нас был ровненький. Раскрываем. То есть, мы берем вот так и раскрываем за начес нашу прядь. И вот у нас получается вот такая вот объемненькая макушечка. Если у вас вот так вот виден начес, вы можете его краешком расчески вот так убрать. Или взять волосы отсюда и вот так вот прочесать, то есть верхние. Просто, чтобы не было видно вот этого вот начеса, который вы сделали внутри. Чтобы сверху у вас были гладкие вот такие вот волосы. И вот наша макушечка подчесанная. Если вы делаете начес на макушке, вы можете сделать на самой первой пряде тупировку. То есть, вот вы отделили прядь. Также оттянуть повыше и просто держать расческу вот так вот под углом. То есть, не вот так, как вы начесываете, а под углом немножко. И не выходить на вот эту вот часть волос. То есть, мы делаем только на половине пряди. То есть, вот мы под углом заводим расческу, ведем ее вниз, а потом можно перевернуть так, как делаем начес. И мы вот так вот можем тупировать внутреннюю часть нашей пряди. Не заходя наперед. То есть, вперед, как вы видите, у нас без начеса. У нас ровненькая чистая прядка. Сейчас покажу это сбоку в действии. Вот у нас прядь. Оттягиваем ее повыше, то есть, почти наперед. И расческу держим под углом. То есть, не вот так, а немножко под углом, чтобы она не заходила вот туда вот, наперед. А была как бы только в волосах, в этой самой пряди. Заводим под углом. Ведем к корням. И можно вот так вот корни приплюснуть. И опять. Ведем, приплюснули. Ведем, приплюснули. И вот так вот. Затем по длине вы можете просто вот так вот подбивать пряди. И все. Спереди у вас будет ровненькая прядка, без начеса. А в каких еще случаях тупировку можно применять? Это когда вам нужно, допустим, выложить пряди в пучке. У вас там мягкие, тонкие волосы. И чтобы с ними справиться, чтобы их поставить так, как вам нужно. Вот вам нужно такую вот штуку сделать и буклю. А волосы бывают вот так вот падают и все. И что с ними не сделаешь, никак не получается. Лей лак, не лей. Лак вам не поможет. Вам просто нужно прядь подтупировать. То есть вы взяли прядь. Поняли, где у вас должна быть гладкая часть. И взяли вот так вот снизу под углом и расческой вот так вот тупируем. Взбиваем прядки внутри, чтобы у нас прядь стояла. То есть она была плотная. Вот, подтупировала немножко. Сверху прочистила все. И теперь можно сделать с ней все, что угодно. Вы можете, если вам нужно гладкую прядь, то просто заколоть. Она уже будет стоять, так как есть там начосик. Или вынуть ребрышки. И тоже заколоть. И эта прядь уже не подведет. Она будет долго держаться. То есть волосы не рассыпаются. Они держат форму, так как вы их сцепили вот тут вот под низом. Вы можете сами взять сейчас, потренироваться. Можете вместе со мной по ходу видео отмотать наперед и попробовать. Давайте повторим основные моменты. Чтобы начесать корень конкретно, чтобы он стоял, нужно прядь брать не шире, чем ваша расческа. Далее, не длиннее, чем ваша расческа. То есть это конкретно, если вам нужно корень хорошо взбить. И держать прядь не близко к корням, а немножко отступаем от сантиметров 15-20. Заводим расческу тоже не близко. То есть вот вы будете вот тут вот чесать на одном месте. И у вас ничего не получится. Поэтому запоминаем, что расческу тоже сантиметров 10 вот так вот отступаем, заводим и пододвигаем волосы. Опять отступаем, пододвигаем. Не обязательно делать только 3 раза. Вы можете 2 раза так пододвинуть, 4 раза. Если вам всю прядь нужно начесать, вы просто дальше берете и подчесываете. Там, где у вас останавливается расческа, вы останавливаетесь, вынимаете. Опять отступаете. 5-10 сантиметров, заводите и продвигаете. Остановилась расческа, вынули. И опять, и так до самых кончиков. Вот, у вас, видите, прям стоит уже эта прядь. Получился классный начес. Но вы сделали его правильно, и можно его вот так вот разобрать руками. Поэтому иногда меня очень не расстраивают комментарии, когда пишут, что такой огромный начес, что нельзя вычесать, все, смерть волосам и прочее. Сразу видно, что человек или сам попал в такую беду, когда ему сделали жуткий начес, и он не может вычесать, или он просто сам не понимает, как его делать правильно, и он у него не вычесывается. Также можно делать воздушный начес. Вот этой вот частью расчески, широкой. Тогда берем крупные пряди, если вам не нужно корень начесывать, а просто нужно взбить очень эту прядь, мы берем крупную толстую прядь и просто взбиваем, то есть заводим расческу вот так вот далеко от корней и подтягиваем. И делаем вот такой вот воздушный, легкий начес. Также, если вам нужно все волосы спрятать и сделать вот тут вот валик из своих волос, вы можете просто все волосы к корням подвести. Вот вы берете эту крупную прядь, держите почти за кончик волос, заводите тоже очень далеко, подтягиваете и не сильно туго держите, чтобы все волосы почти ушли туда в корень. И опять так же. И стараемся вести ближе к корню. И опять захватили и тянем. Тут держим крепко, но позволяем волоскам идти за расческой. И вот так вот на нет все волосы подгребаем к корням. Вот это все потом пропшикиваем лаком, приклеиваем, и вот у вас уже валик по всей голове или там, где вам нужно. И точно так же вы его разбираете. Страшно выглядит, правда? Но сейчас я его очень легко и быстро разберу. Я просто возвращаю все волосы на себя и вот так вот развожу в стороны. Все. Тут пройтись массажной расческой и никакого начеса нет. Попробую показать вам очень близко, чтобы вы поняли еще лучше. Вот у нас волосы. Я завожу расческу, ой, не той стороной. Завожу расческу, начинаю ее тянуть и, как вы видите, отсюда уходят волоски, которые были коротенькие, которые не попали ко мне в руку. И вот тут они превращаются в начес. То есть они вот такой вот зигзагом собираются и превращаются в начес. Видите? Можете наблюдать. Я медленно это делаю. Вот так вот происходит магия начеса. Все эти волоски мы собрали. Опять точно так же. Заводим. Заводим расческу, тянем и вы видите, что остаются волоски, которые подлиннее, которые в руке. Если волосы вот эти не собираются, значит проблема в том, что вы сильно близко держите. Значит еще дальше отведите руку, чтобы собрать все-таки эти волоски. Вот видите? Отвела руку почти к кончикам. Тут они посеченные. И получается совсем, как вы видите, вот что. Страшный начес, которого все боятся. Но на самом деле, если вы делаете правильно, то все прекрасно разбирается. Я очень надеюсь, что вы поняли, что такое начес, что вам этот урок был полезен. Напишите, если что-то новое узнали из этого видео, мне будет очень приятно. Отмечайте меня в историях. Если будете делать начес, у вас получится, тренируйтесь. Просто я буду рада посмотреть на ваши успехи и порадоваться вместе с вами. Потому что я знаю, что это такое, когда ты что-то понимаешь, что у тебя получается наконец-то. Поэтому не стесняйтесь, делитесь, пишите мне. Если вам интересны основы причесок, у меня есть уже 4 видео по креплению шпилек и невидимок. Там очень много информации. И, судя по комментариям, то это очень полезное видео. И я решила создать плейлист, куда вложу это видео и крепление шпилек-невидимок. Назову его «Основы причесок». Вы можете найти его внизу в описании и посмотреть все эти видео. Я думаю, что вам будет интересно. На сегодня у меня было все. Всем хорошего дня. С вами была Лазница Вика. Всех целую и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok